Пищеварительность. Количество народных мифов, связанных с пищеварительным питанием в современных мегаполисах, причем равномерно во всех мегаполисах мира, совершенно неважно, какой мегаполис мы имеем, Москву, Париж, Токио, Пекин, Лондон, Нью-Йорк, количество мифов совершенно одинаковое. Да? И степень непредставления людей о том, что реально происходит в пищеварительных схемах, опять же, совершенно одинаковых. Для начала давайте попробуем разобраться вот в каком вопросе. А зачем вообще нужны органы пищеварения? Это вопрос, у кого какие ответы, руки. Прошу. Для расщепления... Господа, у меня к вам просьба. Когда вы отвечаете, говорить громко, так что слышу не только я и не только вы сами, а все остальные. Значит, для расщепления частички еды. Так, ответ принимается, но у меня остается вопрос. Значит, что это за частички еды? Ну, и тогда придется пережевывание считать пищеварением. Мы берем буханку, расщепили на более мелкие частицы, значит, это пищеварение. Давайте попробуем задаться все-таки масштабами. Одной молитвой. Может быть, для того, чтобы сложные вещества стали простыми и чтобы организм мог их усвоить? Так, сложные вещества стали простыми. У вас, наверное, химии еще в школе нет. Нет. А, понятно. А теперь для тех, у кого есть химия в школе. Так, простыми веществами в химии. Какие вещества называются? Хорошо? Вещества создаются состоящие для набора из-за атоматома. Именно так. Простые вещества, допустим, кислород, Ол-2. Так, молековый кислород состоит из двух одинаковых атомов. Вот такие вещества называются простые. Ну и на что вы его расщеплять будете? Извиняйте. Можно, конечно, расщепить на атомарный кислород О-1 и тут же померить. Потому что более сильного яда, чем атомарный кислород, представить себя очень сложно. Атомарный кислород не просто ядовит, а сверхъядовит. Так, значит, так что простые сложные вещества в данном случае не совсем подойдет. А вот в глюкозу, допустим, С-6, H-12, О-6. В каждую молитву в глюкозу входит 6 атомов углерода, 12 атомов жидорода и 6 атомов кислорода. Вот это сложная или простая вещества? Сложная. Вот это сложная вещества. Классно. Ну и при пищеварении будет ли расщепляться глюкоза? Нет. Это вопрос. Будет ли глюкоза расщепляться при пищеварении? Прошу. Нет, не будет. Ни в коем случае. Задача пищеварения совсем другая. Одна рука? Ну давайте, давайте. Громче, прошу вас. Пищеварительная система нужна для получения энергии для... О, одно. Вот это одно из глубочайших заблуждений в публике. Пищеварительная система не дает энергию. Пищеварительная система забирает энергию в наше тело. Она никак не может дать энергию. Система, обеспечивающая энергию, как называется? Что это за процесс? Которые реально дают энергию в тело. Да? Это дыхание. Это клеточное дыхание. Так? А вот пищеварительная система совершенно не способна дать энергию. А теперь поднимайте руки, кто никогда не играл в конструкторах. Есть люди, которые никогда не играли в конструкторах. О как! Все играли. Славное тогда будет понятие. Значит, как называются мельчайшие частицы вещества, которые дальше, конечно, можно раздробить на более мелкие вставляющие, но уже не химическими, а физическими методами. Ну, допустим, засунут в большой андром на коллайдер. И они там развалятся, конечно. Итак, мельчайшие единицы вещества, неделимые химически. Прошу. Малекула. Фигня. Прошу. Атомы. Атомы. Неделимые. Значит, атомы, или как раньше называли, какое слово древние столпы в науке, использовали для обозначения простейших оснований нашего мира. Использовали слово элементы. Согласно, допустим, мчению колена, из каких элементов стоит наш мир? Да. Из воды, воздуха, огня и земля. Вода, воздух, огонь и земля. Четыре элемента. Значит, в некоторых системах добавлялось дерево, в некоторых системах еще что-то. Вот элементы называли простейшую вставляющую. Значит, в XII веке начинается арабская эпоха Возрождения, которая на самом деле была более мощной, чем европейская эпоха Возрождения. И то, что в Европе называется эпоха Возрождения, это просто эхо, это продолжение этого процесса. Да? Значит, в ходе арабской эпохи Возрождения возникает целый ряд наук о строении окружающего мира. Одна из этих наук называется... Это примерная трансвитерация на русский. Альпемель. Значит, это наука о возгонках. О том, как можно испарить вещество, а потом его конденсировать. Допустим, в рамках этой науки впервые было получено вещество, которое называется по-арабски «летучить». Аль-каполь. Так? Значит, эти термины в европейских языках преобразовались в какие термины? Алхимия. Алхимия. Алкоголь. Алкоголь. Спирт. Хорошо. Значит, это сначала, как я уже сказал, в арабском мире первоначально, затем в европейском мире в рамках алхимии ввозились с основанием мира. И выяснилось, что элементов значительно больше, чем четыре. Не земля, огонь, воздух, вода. А существенно больше. Так? К 18 веку из европейских языков приставка «эн» исчезла, остался один корень. Как наука стала называться? Химия. Никакая не аль-химия, а просто химия. В рамках химии стало понятно, что элементов десятки. Не четыре, и не восемь, и не двенадцать, а десятки. Да? Исследовались самые разные свойства, но разобраться в этой бутнице было исключительно сложно, пока одному дяденьке, нашему садичнику, который был на самом деле большой картежник, не приснился сону. Сон следующий. Он по сне раскладывал пасьянс. Он видел руки, которые раскладывали пасьянс. Карты в определенной последовательности. Только на рубашках карт стояли не дамы, вальты, короли, семерки, десятки и так далее, а знаки химических элементов. Меркурий, Селены и тому подобное. Значит, и человек запомнил, по каким правилам раскладывался пасьянс. Правила оказались элементарными. Так, в зависимости от атомной массы, а атомную массу тогда уже умели восстанавливать, в зависимости от веса элементов. Так, таким образом была создана какая система классификации всех атомов? Периодическая система химических элементов Менделеева. Именно так. Периодическая система химических элементов Менделеева. В результате то, что когда-то, когда-то называлось элементами, как сейчас называется? Молекулы. Ни в коем случае, ни молекулы, атомы. В настоящее время, известно, точно не помню, поэтому брать не хочу, но существенно более сотни разных конструкций атомов. Чем они отличаются друг от друга? Они отличаются строением ядер и электронными оболочками. Я рисую нарочито примитивно. На самом деле ситуация существенно более сложная. Конфигурация электронных оболочек отнюдь не сводится к простым сферам, шарикам, которые крутятся вокруг ядра. Но что здесь самое главное? Самое главное вот что. Для химических свойств, для тех свойств, с которыми мы с вами имеем дело, абсолютно не важно, как встроено ядро. Вот просто совсем не важно. Важно только строение электронных оболочек и их взаимодействие. Потому что именно взаимодействие электронных оболочек и вызывает то, что называется химическая связь. Силу, которую будут объединять, перелеплять атомы друг к другу. Помните, я вас спрашивал по поводу конструкторов? Если посчитать, что такой атом – это один из элементиков пазла. Из этих элементов какие пазлы можно собирать? Как эти пазлы будут называться? Атомы, объединенные связями. Молекулы. 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 Совершенно верно. Да? Значит, типовые связи. Ну, те, которые, собственно, и проходят в школе, в химии. Значит, эти связи возникают еще каким образом? Вот одно ядро, вот другое ядро. А возникают электроны, у которых орбита вот такая. Такой электрон будет принадлежать не одному атому, а сразу двум ядрам. Общая электронная пара. Вот такие связи называются ковалентные. Это сильные связи, порвать их трудно. Собственно, они скрепляют атомы в молекулы. На самом деле, есть еще целый ряд других связей. Они сейчас речи идти не будут. Важно что? Важно то, что атомы, вот если их предоставить сами по себе, связи восстановить не будут. Для восстановления связи необходимо вложить энергию. Пример очень простой. Вы, замерзли в лесу, решили развести костер, согреться. Так? Значит, взяли, сложили горст, кучу. Все нормально. Костер сам собой сгорится. Что сначала надо делать? Поджечь. Поджечь надо. А поджигание что такое? Вы при поджигании тратите часть своего энергозапаса или получаете энергию из меня? Что вы делаете? Тратите. Вот вы вложили в энергию, и в этом случае можно получить в ответ большее количество энергии. Примерно так же, в ходе химических реакций. Но энергоуравнение и реакции, на самом деле, дело тонкое. Напрямую для нас это сейчас не особенно важно. Важно то, что количество энергии, которое вы вложили при создании связи, если эту связь порвать, что произойдет с этой энергией? А она уйдется. Причем ровно в таком же количестве. Мы вот после этого старта, Лёгенького, давайте вернемся к задачам пищеварения. Итак, кто может попробовать разобраться с задачами пищеварения? При пищеварении будут ли молекулы разваливаться на отдельное атомо? Ну, для тех, кто вообще никогда не видел структуры молекулы сложных органических, могу вас немножечко позабавить, порадовать. Во-первых, если электронные облака, объединяющие разные атомы, изобразить в виде просто прямых линий, то вот это какая молекула будет? Это просто молекула воды. Так, вот эти черты, что означают? Это электронные облака, которые связывают ядро кислорода с ядрами подорога. А вот сейчас тот монстр, который я нарисую, вам может показаться очень сложным. Хотя если разобраться, как он устроен, весь этот класс соединения устроен крайне логично. Вещество одно из самых важных в природе, во всяком случае на нашей планете. Вещество следующее. Смотрите, как оказывается. Глюкоза. Да, конечно, глюкоза. Один из самых важных сахаров для всех живых организмов. С6, H12, O6. Как молекула сахара устроена? Значит, а представьте себе, что это домик. У этого домика есть этажи. Раз этаж, два этаж, три этаж, четыре этаж. Есть подвал. Вот он. И есть чердаш. Вот он. Вот такой. Давайте смотрим, как устроен каждый этаж. У тебя они же все устроены одинаково. На каждом этаже какие атомы? Два. Так, сколько углеродов? Один. На каждом этаже сколько углеродов? Один. Один. Сколько кислородов? Один. Один. А сколько углеродов? Два. 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 Угу. Итак. Написали, да? Теперь смотрим. Чем чердак отличается от фотографии? А сколько? Там сколько один углеродов? Чего не хватает? Второго углерода. Одного углеродов. Чем подвал отличается от этажей? На рождественном углеродов. Режний водород. Если сложить чердак с подвалом, вот эта сумма, будет ли отличаться от двух этажей? Нет. Нет, не будет. Поэтому для всех сахаров есть так называемая общая форма, которая как записывается? СННХ2НОН. Что это значит? В каждом сахаре чему равно количество кислородов, допустим? Сколько кислородов в молекуле любого сахара? Как ответить на вопрос? Хорошо. Столько и сколько углеродов? Столько же столько углеродов? Хорошо. А столько водорода в молекуле любого сахара? В два раза больше. Теперь самый простой сахар на свете. Да, прошу. Вопрос. Два водорода в каждом сегменте. Здесь на один меньше, а здесь на один больше. Ну и все, мы получаем очень поздно. Да? А почему у нас там вся эта подожа отличается? Ой, ребят, вот это очень важный момент. Очень хорошо, что вы обратили внимание. Дело в том, что вот такую конфигурацию, это будет называться линейная форма глюкоза. Так? Сахара имеют только в кристаллической форме. Вот в сахарном песке. Молекулы ровно такую форму имеют. Они линейные. Но когда сахар растворяется в воде, молекулы преобразуются. Ох. Это мы с вами достаточно глубоко в химию заберемся таким образом. На самом деле, химию... Три года назад я четверохлассником, ну, правда, в течение месяца, каждый день, объяснял теорию строения вещества. Через месяц они решали задачки по химию для 11 класса, что он завтра. То есть объяснить, как, что на самом деле, здесь несложно. Но дело в том, что у нас задача немножко другая сегодня. Простите, Анатолий Курасович. Понимаете? Да. Если что, можно посмотреть курс на у меня. А, так. Кто хочет разобраться более-менее серьезно, да? У меня в сети есть курс такой, называется он «Живое и не живое», выложенный в сети. Он рассчитан действительно на то, чтобы набирать информацию, начиная с нуля. Человек совсем ничего не знает. Так? Ну и в конце решают задачи на уровне уже строения сложной органики, на уровне процессов, идущих в ДНК, в ДНК, в ДНК, ну и так далее. Уже в неполерно-биологических образованиях. Итак, в воде что произойдет с глюкозой? Дело в том, что кислороды притягивают электроны к себе намного сильнее, чем водорода. У электронов отрицательный заряд. Поэтому электронные облака съехали сюда. И в районе кислорода возникла зона с относительным отрицательным зарядом. А ядра водородов положительно заряжены. Да? Электроны от них почти совсем сбежают. Поэтому вот здесь, в водородном районе, относительный плюс. А теперь скажите, пожалуйста, как ведут себя противоположные полюса в электростатике? Притягиваются. Давайте смотрим. Вот в глюкозе у аж-группы. У аж-группы электроны сезжают сюда, электроны сезжают сюда, электроны сезжают сюда, сюда, сюда. В результате у водородов оказываются частичные плюсы. Да? А у кислорода частичные минусы. А теперь мы такую молекулу засунуваем в голову. А молекулу воды заряжены. Что делает вода по отношению к молекуле сахара? Она сразу притягивается. При этом к водородам какими полюсами притянется вода? Водород положительно заряжен. Отрицательными. Отрицательными. А кислородными? Положительными. В результате молекулу объектива вот таким слоем притянувшихся водных диполей, водных магнитиков. А в результате молекулу свернулось вот такое кольцо. Если вы посчитаете все кислороды водорода, вы увидите, что абсолютно все осталось кем же сторонам. Числено. Но молекула совершенно изменила форму. Свернулась в кольцо. Цикл глюкозы. В растворе все растворимые сахара переходят в циклическую форму. Вот так.